Всем привет, с вами Катя, уже очень давно я коплю эти пустые баночки, они уже просто скоро выживут меня из дома, поэтому сегодня будет очень быстро, про очень много, ну в общем, как вы любите. Закончилось, у меня вот такие вот скрабы от Рише, наверное весь инстаграм уже это видел, и чудо-скраб Синамон от Маши Бешко. Честно могу сказать, вот этот вот с корицей от Маши, он довольно крупноват для меня, там очень крупные такие зерна, и мне нужно было брать помол поменьше, и у меня есть еще такой скраб с помолом поменьше, он мне нравится намного больше. Ну, собственно, хорошие скрабы, мне понравились, я люблю вообще кофейные скрабы. Тканевые маски для лица, и мне кажется, это не все, что у меня закончились, точнее мне не кажется, а 100%, потому что очень много масок от Гарниер у меня заканчивалось, и я пробовала как голубую, так вот эту розовую, мне нравится больше. Я вообще люблю тканевые маски, и моя сейчас на данный момент самая любимая, это которую я заказала с iHerb, показывала в видео про iHerb и по моему фаворитов, если интересно, то посмотрите там. И также мне очень нравится вот эта бамбу-маска от Herborean, она суперкрутая, вот прям нереально крутая, после перелетов, после того, когда твое лицо просто иссохшееся, требует какое-то успокоение, тканевые маски, это просто огонь. Я их больше всего люблю использовать именно утром перед макияжем, когда у меня полно времени, и я могу ходить с масочкой. Вот, собственно, и моя боль, закончилась моя самая любимая маска с iHerb, и больше, видимо, я ее не смогу заказывать, это Nubian, она потрясающе пахнет, она потрясающе работает, но больше ее не доставляют в Россию, к сожалению. Снова маски, на этот раз для лица от Lush. Мне нравятся маски от Lush, у меня есть тут скорая помощь, не смотри на меня, и еще вот такая, еще одна скорая помощь, одна из, кстати, моих любимых масок, она очень хорошо заживляет, что-то у меня еще тут было. Вот, так, Ангелы ночи, вот, кстати, Ангелы ночи мне не понравились от Lush, это очень такой, в общем, это умывалка таким с углем, она не деликатная совершенно, она очень прям так дерет кожу, для лица мне неприемлемо, если для тела я могу немножечко так посильнее поскорбировать, то для лица мне такое не нравится. Вот, здесь, мне очень нравится маска скорая помощь, но тут главный минус у Lush, это то, что у них довольно короткий срок годности, примерно месяц, обязательно обращайте внимание, когда вы покупаете маски в Lush, и на их срок годности. Она отлично работает, отлично заживляет какие-то прыщики, и также мне нравится маска не смотри на меня, такими скрабирующими частичками, и если вот вам нужно отслушить что-то, и выровнять, выровнять рельеф лица, то вот не смотри на меня, в этом вам помощь, довольно неплохая маска. Также от бренда Edge, у меня из серии, кстати, тоже Biopur, закончилась вот такая вот эссенция, она вообще предназначена для того, чтобы выровнять текстуру кожи, убрать постакне, но вот, знаете, мне очень не нравилось то, что она оставляла липкость. С одной стороны, я видела от нее результат, но с другой стороны, меня бесило то, что после ее нанесения я чувствовала какую-то вот, то, что лицо вот недокон... липкое. Боже, как это объяснить? То есть она не ужасно липкая, но меня это раздражало. Но я планирую все-таки ее повторить, потому что она работает, она по-настоящему убирала мне постакне, она... рельеф лица становился более однородным, то есть вот в плане работы она работала, но мне вот не нравился именно вот этот вот эффект липкости. Закончился вот у меня такой вот... кто это вообще? Такая мицеллярная вода, вообще она из Канады, мне привозила ее Надя, к сожалению, она больше не снимает на YouTube, Надя, если вдруг смотришь, тебе привет. Биаре, мне не нравятся мицеллярные воды, практически вот только Биаре, вот реально вам говорю, средства от Биаре самые крутые, просто по снятию макияжа, и тут уже выбирайте то, что вам больше нравится, либо мицеллярная вода, кстати, очень крутая помпа, либо салфетки, но они крайне неэкономичные, либо тогда уже гидрофильное масло. Это гель для душа, ну о нем не о чем говорить, вообще, ну гель для душа, как бы вот. Еще одна маска, не смотри на меня. Очень крутая маска от Glam Glow, она просто фантастически вкусно пахнет, она выравнивает рельеф лица, она выравнивает тон лица, она с кислотами, она очень круто работает, девочки, вот прям маски от Glam Glow, я рекоменд-рекоменд, мне они безумно нравятся. Крем Сорбет от Эрбориан, ой, как же я его люблю, это, наверное, единственный крем, он, у него очень приятная текстура, знаете, внутри такие шарики содержатся, которые лопаются, когда вы разносите по лицу, он очень приятно пахнет какой-то апельсинкой и быстро впитывается. В общем, на весну-лето, прям то, что мне надо, то, что доктор прописал, плюс этот аромат с утра прям очень бодрит, мне безумно нравился этот крем. Еще одна маска от Glam Glow, на этот раз уже черная, и вот это, знаете, это реально лучшая маска, экстренная маска, когда вам нужно на какое-то мероприятие, супер круто выглядеть, она отшелушит кожу, она выровнит рельеф, в общем, она сделает все, и прям вот вы сняли ее, и все, и ваше лицо поменялось. Вот реально, но это видно тогда, когда есть что менять, если у вас и так неплохо, если у вас и так все с лицом в порядке, то эффект вы, в принципе, от нее не увидите. А если у вас прям уставшее сильное лицо, какое-то такое серое, понурое, все там, я не знаю, в каких-то покраснениях, какой-то неровный рельеф лица. Вот у меня был какой-то момент, у меня было ужасное лицо, прям ужаснейшее, а мне на следующий день на мероприятие, и причем там мне нужно было периодически быть без макияжа, в общем, эта маска меня спасла. Она очень крутая, и сейчас у меня маска белая от Glam Glow, она уже именно отправлена на какие-то несовершенства, то есть на то, что подсушит прыщики, в общем, работает в этом плане, она супер круто. Но у меня есть еще одна очень любимая маска, кстати, она у меня одна закончилась, и я уже купила повтор, когда я до нее дойду, я вам расскажу. Также от Lush у меня была еще вот такая мега мятная маска, честно говоря, вот из натуральных масок Lush, мне в принципе нравятся их маски, они на мне работают хорошо, не вызывают никаких раздражений, поэтому вот в качестве, я бы их даже рекомендовала, наверное, в качестве бюджетной маски, именно очищающей, потому что все остальные маски, которые мне нравятся, которые на мне работают, стоят, ну, как бы в разы, разы, разы дороже, как бы Glam Glow и там еще несколько масок, которые мне действительно нравятся. Атерборин у меня еще также закончился вот из The Yuzos Arbet крем вокруг глаз, он гелевый, очень легкий, подойдет скорее для молодой кожи, прям вот совсем молодой, наверное, до 23-25, но если у вас, в принципе, кожа под глазками не требует сильного увлажнения, то, возможно, и позже, но для меня его маловато, хотя он очень приятный, и вот единственное время, когда я его могла использовать, это вот когда жарко, когда кожное сало так хорошо выделяется, но иначе мне не хватало от него увлажнения, хотя он очень приятный, быстро впитывается, в принципе, неплохое дает увлажнение, не сказать, что прям уж совсем не увлажняет зоны подвлажнения, но вот мне его стало недостаточно в один определенный момент. Был у меня вот такой вот от Нивея средство для снятия макияжа в душ, и я у него возлагала надежду, потому что в основном я хожу вечером в душ и сразу же там же смываю макияж. В общем, нифига он не смывает, только оставляет какую-то жирную пленку, которая плохо даже смывается водой. Если сером от Биаре смывается водой и не оставляет никакой жирной пленки, и кожа дышит после этого, и она действительно очищена, то после этого она как будто забитая вся, как будто вот действительно на ней какой-то лежит слой, который не дает дышать кожу. Это очень неприятное ощущение, в общем, мне совершенно не понравилось, и там даже почти целый бутылек, в общем, выкидываю и как бы не советую вообще никому. Также не советую вот эту серию с манго... ой, нет, обманываю. Вот с манго серия мне как раз-таки понравилась, она очень приятно пахнет. Я не скажу, что она дает... она пахнет просто божественно, мне очень нравится. Это шампунь от Cloran и маска Cloran. Маска подойдет точно не для обесушенных волос, то есть если у вас нормальные волосы, не сильно сухие, то она будет нормально работать, она довольно легкая. То есть это бальзам-кондиционер... обманул я вас. Бальзам-кондиционер у меня также была, по-моему, маска от Cloran. Ну, наверное, я что-то путаю. В общем... а, собственно, я с этой все время путаю, начиная. Мне ее вернуть. от Cloran. Мне понравился аромат. Довольно неплохо она работает. Вот шампунь там буквально на донышке осталась, а маску я уже всюду использовала. Она легкая, дает локкое увлажнение, но вот все равно от Kiehl's и вот Nubian, который, к сожалению, нельзя... Ой, боже, как она вкусно пахнет-то. Мне нравились больше, они доевали больше питания, волосы более становились эластичными. Вот с этой, ну, такая вот обычная неплохая... неплохой бальзам. То есть он довольно легкий. Вот эта вот маска от Vileda. Честно, я думала, что она будет нормально работать, потому что я люблю натуральный уход для волос, а он на мне хорошо работает. Но вот эта, боже, ну... Она пересушивает мои волосы. То есть вместо того, чтобы их питать и увлажнять, она... Вот написано, что увлажняет и питает, защищает. Но она, вот реально, она из моих волос делала солому. Я несколько раз пыталась ее наносить и каждый раз плевалась. Реально, вот вообще ее не советую. Выкидываю без озрения совести. Там почти полный тюбик. Наша с дочкой спасения, это цикопласт, серия цикопласт от La Roche-Posay. Самое лучшее средство для чувствительной кожи. Причем как детской, так и взрослой. У нас в утопительный сезон ужасное раздражение, как у Вики, так и у меня. Причем как на воду, так и на воздух. Мы покрываемся такими красными пятнами, как аллергии. И, в общем, без этой штуки мы просто жить не можем. Причем всю серию цикопласт я безумно люблю. А сейчас со мной на отдых полетит именно такой маленький тюбичек, который прям спасение. Оно очень хорошо заживляет даже ожоги от солнца. Какое-то время мне очень нравились вот такие вот, как это называется, мисты. И это у меня натуральное. Я покупала в Крыму, где-то в аэропорту. Стоило очень бюджетно и очень приятно. Успокаивало лицо. Она с лавандой. Приятная штучка. Но так как я не смогу вам дать ни ссылки, ни объяснить, где ее купить, кроме как то, что в Крыму, в аэропорту, оуэлком, как бы. Была у меня вот такая жидкость для снятия лака от Эль Каразон. Пересушивала мне ногти. Все равно мне нравится больше всего. Боже, дотянусь. А вот эти смыск... смыски? Смывки от Селли Хэнсон. Я уже, наверное, лет 10-12 пользуюсь только ими. Ну, точнее, как, я экспериментирую и пробую что-то новенькое, но все равно возвращаюсь регулярно к ним. Они меньше всего мне травмируют ногти. Меньше всего их пересушивают. Не так сильно воняет. И хорошо смывает лак. Я не знаю, что ты здесь делаешь. Но, видимо, в определенный момент я поняла, что мне, наверное, вам нужно показать. В видео с Айхерп я вам говорила о том, что я безумно люблю вот эту приправу. Чеснок от Симпли Органис, собственно. Вот пустая баночка. Симпли Органис. Симпли Органис.